Ещё вчера они не держали в руках ничего тяжелее микрофона. Сегодня они не снимают с себя многокилограммовые броники и автоматы. Ещё вчера они записывали инстасторис в уютных гримёрках. А сегодня ночуют в окопах и казармах. И не помнят, когда в последний раз принимали горячий душ. Украинские звёзды наряду с тысячами других украинцев стали на защиту своей страны. Орки решили обстреливать чувака, на музыке которого они выросли, из миномётов. Музыканты, танцовщики, комики, спортсмены, актёры, телеведущие, режиссёры. Пожалуй, ни на одной красной дорожке не собралось столько звёзд, сколько сейчас их в рядах вооружённых сил Украины и территориальной обороны. Солист группы «Тартак» Александр Положинский ещё 15 февраля, когда большинству его коллег и фанатов полномасштабное вторжение России в Украину казалось чем-то невозможным, подписал контракт с ВСУ. Это должно было случиться дней на 10 раньше. Но неожиданная болезнь всё отсрочила. Сегодня подписал контракт на прохождение военной службы в резерве ВСУ. Настоящий бум на вступление в терроборону и ВСУ прошёл 24 февраля, когда с раннего утра по всей Украине начали летать российские истребители и ракеты. Украинские военкоматы, наверное, никогда не видели таких очередей, как в первые дни так называемой спецоперации. Их масштаб можно сравнить, пожалуй, только с очередями за сахаром на России. В толпах желающих навалять русне были программисты, менеджеры, бизнесмены, слесари, шахтёры, таксисты и всеми обожаемые украинские звёзды. Оба крымчане, оба режиссёры и оба хорошо знакомы с так называемым русским миром. Ахтем Сейтаблаев и Олег Сенцов, кроме всего прочего, имели и свои личные мотивы надеть камуфляж и бороться с российской ордой. Сейтаблаев – крымский татарин, представитель народа Ганимова и диктатором Сталиным, и его верным последователем Путиным. Олег Сенцов – политзаключённый, который попал в российский ад. Там это называется тюрьма. За то, что посмел любить Украину в оккупированном России Крыму. В 2015-м режиссёра приговорили к 20 годам заключения в колонии строгого режима в России. Пытки, голодовка и бредовые обвинения в якобы терроризме. С 2014 по 2019-й Олег познал все прелести российского так называемого правосудия. В 2019-м Сенцова удалось вернуть в Украину в рамках российско-украинского обмена пленными. А уже в 2022-м Олег Сенцов, как и его коллега и земляк Ахтем Сейтаблаев вступили в ряды территориальной обороны Киева. Сегодня украинская столица в относительной безопасности. Но ни для Олега, ни для Ахтема это не стало поводом сложить оружие. Оба отправились защищать Украину дальше. Пару недель назад, как откомандировался от Киевского ТРО в один из отрядов спецназначения. Сейчас работаем на юго-востоке Украины. Вместе к победе, братья и сестры. Мы отправились в путь. Юэй, берегите себя. Очень важно знать и чувствовать, что тебя ждут родные люди. Кстати, на фото справа от Ахтема еще одна украинская знаменитость. Актер Алексей Тритенко, также из первых дней полномасштабной войны, стоит на защите Украины. Друзья, многие спрашивают меня, где я сейчас. Я на отдыхе. Отель 5 звезд. Ультра-олл-инклюзив. Сейчас устрою вам рум-тур собственного номера. Огромный номер. Места просто куча. А вот моя кровать. Бомба. Здесь у нас летний душ, вот. Он работает постоянно. В номере у меня несколько туалетных комнат. Как видите, выбираю любую. Это мой душ. А сейчас самое время сходить на фитнес, размяться. Еще совсем недавно герой этого видео собирал аншлаги в украинских театрах. Озвучивал иностранные фильмы и наперебой снимался в отечественных. А еще жил в тепле и комфорте. Вместе со своей семьей. Сегодня Андрей Фединчик занят другим. В конце февраля украинский актер записался в терроборону Житомира. А уже в конце марта отправился проходить военное обучение, чтобы дальше защищать свою страну. В то время как дома его ждут жена, а также актриса, Наталка Денисенко и маленький сын. Я помню наш разговор еще до войны. Он мне сказал, что если что-то произойдет, он не раздумывая пойдет в оборону. А вот актер Анатолий Пашинин оказался в рядах украинских воинов еще до того, как это стало мейнстримом. Пашинин – украинец. Но сливки славы и признания он собирал преимущественно в России. Очень часто играл так называемых «бравых русских солдат». Не тех, что насилуют детей в буче и воруют нижнее белье, а мифических защитников добра и мира. Несмотря на долгое проживание в зомби-империи, сам Анатолий зомби не стал. Он неоднократно выступал против российской власти. В 2013-м поддерживал Евромайдан, а в 2014-м, когда Россия оккупировала Крым и часть Донбасса, разорвал все связи с агрессором и вернулся в Украину. Еще через три года, в 2017-м, Анатолий вступил в ряды 8-го отдельного добровольческого батальона «Арата», который в свое время был в составе «Правого сектора». Просто смертельная смесь для российской пропаганды. Актер, олицетворяющий когда-то так называемого «героического русского война», воюет на стороне тех самых нациков, да еще и правосеков придачу. Особенно, наверное, расстроился когда-то друг и коллега Пашинина, Пореченков. Сейчас Анатолий ведет закрытую жизнь. Когда агрессия России расползлась по всей Украине, актер не вернулся на фронт. По крайней мере, об этом ничего не известно. Но он пытался использовать свой авторитет для того, чтобы предотвратить наступление со стороны белорусов. Пашинин призвал их не идти войной в Украину и всячески мешать властям Белоруссии, которая пляшет под дудку кремлевских гопников. Хотел бы обратиться к вам, поскольку к россиянам обращаться не имеет никакого смысла. За годы пропаганды их оскотинили, и они уже давным-давно живут в Урловском государстве. Сябры, с некоторыми из вас, плечом к плечу, я защищал Украину на фронте. Я видел ту доблесть, с которой украинцы защищают свою родину. Вас ждет ад, если ваши дети сунутся сюда. Даже, б***ь, по ошибке, если они сюда сунутся. Задумайтесь. Наши дети посвятят всю свою жизнь, все свое будущее на то, чтобы найти и наказать, и отомстить. Защищать Украину отправились и многие украинские спортсмены. Братья Кличко были в киевской теробороне. Их коллега по рингу Денис Беринчик также защищал столицу. Бороться за Украину ринулись даже те спортсмены, к политической позиции которых в свое время были вопросы. Боксеры Александр Усик и Василий Ломаченко. Последний еще 24 февраля постил картинки, символизирующие Украино-российскую якобы дружбу. А уже 27-го мэр Белгород-Днестровского, родного города Ломаченко, сообщил, что боксер присоединился к местной теробороне. Еще несколько месяцев назад организаторы концертов плакали над их райдерами. Сейчас же авторов этих райдеров вполне устраивает армейский паек и спальный мешок. Самые яркие представители украинского шоу-бизнесового бомонда сегодня либо уже воюют, либо учатся воевать в составе ВСУ. Лидер группы «Тонок на Майдане Конго» Олег Михайлюта, более известный как Фагот, сперва отбивался от русского спасения плечом к плечу с ребятами из киевской теробороны. А когда столицу отстояли, пошел дальше изучать военное дело. Когда начинаются тренировки, в боевых условиях – это жесть. Но ничего. Прорвемся. Украинская группа антитела отправилась на войну полным составом. Изначально парни тоже были в киевской теробороне. А когда российская псевдоармия отступила от столицы, музыканты поехали защищать Харьков. Они – парамедики. Дмитрия Дикусара украинцы привыкли видеть на главных танцевальных паркетах с самыми красивыми партнершами. Сегодня вместо паркета – окопы. А вместо партнерш – автоматы. С 27 февраля Дмитрий – ВСУ. Кто-то еще сомневается в мужестве бальников. Украинский певец Макс Барских, которого, кстати, очень любят, вернее, любили на России, тоже решил на время отказаться от звездной мишуры. Снял свои блестящие костюмы, надел военную форму и пошел учиться защищать от своих некогда поклонников. Завтрашнего дня начинаю обучение. Кто бы мог себе представить? Еще месяц назад единственное, что у меня было в руках – это микрофон. И не только. Но сейчас время меняется. Когда-то песнями Андрея Хлывнюка, лидера украинской группы Boombox, заслушивались и россияне. Теперь же он для них – фашист, нацист, бандеровец. С первых дней так называемой спасательной спецоперации оказался по другую сторону от так называемых спасателей. Музыкант пополнил ряды подразделения патрульной полиции тактика оперативного реагирования. А Андрей защищает Киев. В самые горячие дни в столице Андрей получил ранение, его колонна попала под минометный обстрел. Орки решили обстреливать чувака, на музыке которого они выросли, из минометов. Надеясь таким образом деноцифицировать парня, у которого, по-моему, есть две из трех самых больших наград музыкальных российской фашистской федерации. Оружие в руки пришлось взять и тем, кто долгие годы защищал Украину на информационном фронте. Украинские журналисты и телеведущие Павел Казарин и Юрий Мацарский в конце февраля подались в Киевскую тероборону. Сейчас оба гонят врага с востока Украины. Мацарский раздал столько интервью западным СМИ, что будущие историки станут ломать голову, чем была занята остальная украинская армия, пока он крошил Русню. Украинская телеведущая Юлия Зарий ждет своих друзей Пашу и Юру с фронта и параллельно оказывает психологическую помощь украинцам. Незадолго до начала полномасштабной войны Юля получила второе высшее образование – психолога. Пока мой муж, министр обороны Украины Алексей Резников делает все возможное и невозможное, чтобы обеспечить наших ребят и девчонок, я буду помогать тем, что умею и чем могу быть максимально полезной сейчас. С 8.00 до 20.00 мы работаем на горячей линии психологической поддержки. Этого симпатичного парня зовут Паша Ли, и он принимал участие во многих украинских талант-шоу и снимался во множестве украинских фильмов и сериалов. Он наверняка мечтал спеть на концерте в честь победы Украины, над Россией или сыграть в фильме о российско-украинской войне. Но этого никогда не случится. 4.00 марта он выставил эту фотографию в своем инстаграме. За последние 48 часов есть возможность сесть и фоточку забросить о том, как нас бомбят. А мы улыбаемся, потому что справимся. И все будет Украина. Мы работаем. Через два дня Паша погиб. Паша Ли занимался эвакуацией мирного населения из осажденного Ирпеня под Киевом. Парень снял бронежилет, чтобы защитить детей от обстрелов. Вместе со своим побратимом он спас девятерых мальчиков и девочек. А сам погиб. Паше было 33. Весь мир восхищается украинскими воинами. А украинские воины – украинскими волонтерами. В сети пишут, у Украины нет ядерного оружия, только потому что волонтеров не попросили его достать. Среди людей, которые собирают миллионы, фурами закупают броники, каски, тепловизоры, тоннами готовят еду на фронт, тоже немало знаменитых на всю Украину лиц. Муза самого Хью Хефнера, обладательница самого красивого тела украинского шоу-бизнеса. Модель, актриса и певица Даша Астафьева. С первых дней полномасштабного вторжения буквально поселилась на кухне. Девчонки готовят горячее блюдо, мы там чистим картошку, моем посуду и безумно гордимся. Готовит для фронта и певица Алина Гроссу, и шеф-повар-телеведущий колумбийского происхождения Эктор Хименес Браво. Певица Ирина Федышин и рэперша Алена Алена плетут сетки. Последняя также фасовала лекарства. Народная любимица Леся Никитюк помогает по всем фронтам. И готовит, расселяет беженцев и работает на гуманитарных складах. Можно сказать, разбирает гардероб, так же, как и ее молчаливая бывшая коллега Тодоренко. Правда, Регина делает это, чтобы набрать побольше подписчиков в Инсте. А Леся помогает людям, которые, спасаясь от войны, потеряли буквально все. 84-летняя легенда украинского театра и кино, а Дороговцева тоже не смогла сидеть сложа руки. Актриса предложила собственную квартиру в центре Киева в качестве пристанища для терробороны и волонтеров, где всегда отогреют и накормят. Ну, как вам сказать, я волонтер дома. У меня здесь как бы штаб бытовой. Парни приходят мыться, парни приходят стираться. Я им стираю белье, сушу и отдаю уже чистое. А когда они приносят мокрые носки, мокрые от того, что где-то во что-то вступили, или просто вспотели, потому что не разувались по 24 часа, то я с такой радостью отдаю им чистые носочки. Я их кормлю. Когда Россия вторглась в Украину, украинских звездных красоток было не узнать. Они выкладывали инстесторис без макияжа, в растянутой домашней одежде, с опухшими от слез лицами. Многие записывали видеообращения просто из подвалов и бомбоубежищ, в том числе с целью достучаться россиянам. Джамала, солистка группы Hardkiss, Юлия Санина, Тина Кароль, Надежда Дорофеева, Руслана, Оля Полякова, Настя Каменских и многие другие кричат сегодня об Украине на весь мир. Они колесят по всей Европе, рассказывают о Мариуполе, Краматорске, Буче, Ирпине, Бородянке, Чернигове, Херсоне. Дают благотворительные концерты, а все вырученные средства, это миллионы гривен, отдают на военные и гуманитарные нужды украинцев. Если бы вы только знали, насколько красива моя страна, какие простые, талантливые и искренние люди там живут. Пожалуйста, давайте не позволим войне в Украине стать чем-то привычным. Войне не место в современном мире. Умоляю вас, не забывайте о моей стране, говорите о ней, поддерживайте ее, как только можете, потому что у свободы сейчас другое имя. Свобода – это Украина. Знаменитые украинские телеведущие Маша Ефросинина и Катя Асачия также активно помогают миллионам украинцев. У Маши есть благотворительный фонд, который изначально был создан для помощи женщинам, пострадавшим от домашнего насилия. Третий месяц фонд Ефросининой опекает женщин и девочек, ставших жертвами насилия российских солдат. Катя Асачия в первые дни полномасштабной войны создала телеграм-канал «Поиск пропавших», благодаря которому тысячи разделенных войной украинцев снова выходят на связь друг с другом. До войны знаменитые ведущие тревел-блогеры Дмитрий Комаров и Антон Тушкин показывали украинцам прелести и ужасы жизни в разных странах мира. С войной им пришлось значительно сузить географию и в корне изменить тематику. Сегодня в своих соцсетях они демонстрируют миллионам, сколько боли, крови и разрушений принес Украине так называемый русский мир. Сегодня, пожалуй, не найти в мире украинца, который бы не знал наизусть слова песен украинской хип-хоп-группы «Калуш Оркестра», «Мама Стефания» и «До Дому», которые стали настоящими народными гимнами российско-украинской войны. В этом году «Калуш» представляет Украину на Евровидении 2022 в итальянском Турине. Букмекеры уже предрекают группе победу. Но даже если этого не случится официально, маму Стефанию подпевает весь мир. Это и есть перемога. Даже в такие непростые и опасные военные времена украинские звезды умудряются писать хиты и снимать профессиональные клипы. Золотой голос Украины Александра Пономарева так вдохновили русский корабль, цыгане и чернобаевка, что все это вмиг сложилось в полноценную композицию. А чтобы записать песню и снять клип, Александр пригласил половину украинского шоу-бизнеса, да еще и хор вооруженных сил Украины. Все вырученные на песне деньги Пономарев отправит на помощь украинской армии. Украинская певица Мамарика написала песню о наболевшем. В августе прошлого года она впервые стала мамой, а уже в феврале 2022-го ее сын, как и миллионы украинских детей, стал ребенком войны. Я никогда не забуду, как я прижимала своего сына Давида к груди, когда над нашим домом пролетали ракеты. В украинском шоу-бизнесе не осталось звезд вне политики. А если кто и промолчал, в лучшем случае они просто перестали существовать как для аудитории, так и для коллег. Раньше на страничках знаменитостей в соцсетях были Мальдивы, красные дорожки и фото с пафосными подписями. Сейчас там разрушены украинские города, убитые украинские дети, бесконечное обращение к мировым лидерам с призывами помочь Украине в противостоянии кровавой России. Также в инстаграмах вместе с миллионами простых украинцев знаменитости собирают деньги на броники и гуманитарку. Украинские звезды показали, что они настоящие граждане своей страны. Путин, прекрати убивать. Путин, хватит убивать. Путин, хватит убивать. Россиян откровенно бесит сплоченность и патриотизм украинцев. Почти всем украинским звездам, которые высказались против войны, запретили въезд в Россию на 50 лет. Какой ужас! Они расстроились, наверное, так же, как и Байден, который в Росфедерацию теперь тоже не въездной. Только вот вряд ли кто-то из украинских звезд захочет давать концерты на Россию в ближайшие лет сто. Самые смелые войны, за спинами которых самый надежный тыл. У России просто нет шансов победить в этой войне. В Украине и бальники, и гламурные певцы не боятся выйти против танков и искандеров. А что в России? В России Пореченковы, развлекающие террористов автоматными очередями, да Хлобыстины, рассуждающие в пьяном угаре о прелестях ядерной войны.